Помочь в проведении этого дня оригинально и романтично готовы сегодня многие. Вот и в Национальном музее Татарстана этот день будет особенным. Павел Краснов, научный сотрудник отдела музейных образовательных программ Национального музея Республики Татарстан, сегодня у нас в гостях с рассказом, какие сюрпризы для посетителей приготовили в День влюбленных. Павел, доброе утро, здравствуйте. Доброе утро всем, здравствуйте. Поздравляю с этим прекрасным праздником, с этим позитивным днем, Днем Святого Валентина. Вас тоже, да. Спасибо большое. Что приготовил Национальный музей, рассказывайте. Вот именно в этот день, да, какая будет программа для влюбленных? Сегодня очень обширная и позитивная программа для всех желающих. Можете посетить и прийти к нам в Национальный музей. С 14.00 до 18.00 часов будет проходить наше веселое мероприятие под названием «О любви и не только». Откроет данное мероприятие в 14.00 часов встреча, я бы сказал, с очень удивительным человеком. Она является учителем Убиевской школы имени Дементьева, а помимо этого финалисткой конкурса красоты материнства и семьи. Иначе Кебель. Иначе Кебель, абсолютно верно. Куракина Наталья Николаевна. Она является мамой аж шестерых детей. Героиня. Героиня, действительно. Настоящая красавица. Это точно. И все слушатели наши могут для себя понять определенные и главные элементы семейных ценностей, чем и поделится с нами Наталья Николаевна. А после этого она даже проведет мастер-класс по изготовлению пояса, пояса-берега, своеобразного баланса между верхним миром человека и нижним, между духовной стихией и физическим миром. Это еще какие-то мероприятия сегодня? Что-нибудь романтическое хотелось бы. Мы никогда не отступаем от своих традиций. Романтическое мероприятие также мы подготовили, разумеется. Все желающие, мы всех приглашаем, всех влюбленных, всех потенциальных молодожен пройти наши испытания в Национальном музее. Испытания основываются на семейных реликвиях, семейных традициях. Нужно будет проходить сквозь залы Национального музея, сквозь экспозиции. Или сквозь огонь, воду и медной трубы. Абсолютно верно, можно и так сказать. Пройдя все испытания, они довольно веселые и забавные, и легкие, я бы сказал. Легкие самое главное, потому что придет парочка, а потом... Чтобы не отпугивать. Не отпугивать, точно. Да, Павел, есть еще одно испытание. Ну как испытание? Шуточный ЗАГС. Для кого испытание? Для кого и приятность, в общем, некоторые... Вот, 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 видите, уже, да, конфликт? Шуточный ЗАГС, что это такое, как это работает? Вы прямо предвосхищаете мои слова, потому что именно финальным аккордом этих испытаний... Как обычно в жизни бывает. Как обычно, точно. ...в романтических отношениях. Будет как раз тот самый шуточный ЗАГС, о котором мы с вами уже начали говорить. Ну, в юмористической форме мы сможем зарегистрировать отношения как раз-таки потенциальных наших молодых людей, которые, может быть, в будущем официально захотят зарегистрировать их. Такое интересное. Ну, главное сказать, что он шуточный. Да, обязательно. Заманить избранника своего, он шуточный. Ну, это мы все для тех, у кого большая любовь еще впереди. А ведь есть у нас и пары, которые долго-долго в браке, да, много лет живут вместе. Какие-то есть мероприятия для молодоженов, вернее так, для супругов со стажем? Да. Супругов, достигших определенного семейного статуса, бриллиантовой свадьбы, золотой свадьбы. Мы будем их чествовать в нашем конференц-зале сегодня в 4 часа дня. Мы приглашаем еще раз всех желающих, всех слушателей, потому что это необычное мероприятие. Мы проводим чествование совместно с управлением ЗАГС. И все, кто достиг определенного статуса, будут награждены памятными призами, грамотами и сертификатами. Да, ну, народ наш любит вообще призы, какие-то подарки. Вот будут ли какие-либо подарки? Не только вот семейным там парам? Да, мы стараемся обязательно вносить историческую такую лепту и даем памятные призы от Национального музея. Определенные значки с аббревиатурой НМРТ, Национальный музей Республики Татарстан и так далее. Вкусные призы тоже будут. Я слышала, что еще фотосессия будет. Подарочная, да. За что она? Вот эту акцию, данный флешмоб мы устроили заблаговременно до сегодняшнего дня, до 14 февраля. Любой желающий, молодой человек со своей девушкой могли сфотографироваться в залах Национального музея, выложить эту фотографию на сайте у нас или разместить на своей страничке ВКонтакте с хэштегами Национальный музей о любви и не только. Помимо этого, они имели возможность прислать на электронную почту Национального музея историю, романтическую историю своей любви. И таким образом мы собрали определенный список таких людей и по рейтингу будем, скажем так, его составлять и награждать победителей, кто признался друг другу любви более романтичным, более любым. Оригинально. Подождите, подождите, кто члены жюри? Кто будет определять? Коллеги ваши? На этом мероприятии будет присутствовать и генеральный директор Национального музея, и управление ЗАГС. То есть мы тут все делаем достаточно серьезно. То есть люди тоже с опытом, они знают, что романтичное, что неромантичное. Ну что, спасибо большое, Павел. Спасибо. Желаем вам успешного дня. Сегодня он для вас трудовой, но это приятная, наверное, приятная забота, приятная трудность. Очень приятная забота, согласен. Говорить о любви и пропагандировать. Да, и тоже с праздником вас. Всех с праздником. Всех. Любовь побеждает.